В связи с введением карантина по всей стране, а также введением чрезвычайной ситуации, постановлением Кабинета министров Украины, а также законом Верховной Рады Украины, были приняты целый ряд положений, ограничений и запретов. В частности, постановлением Кабинета министров Украины были внесены определенные ограничения по работе субъектов хозяйственных, которые осуществляют прием посетителей, за исключением тех, кто определен четко в постановлении Кабинета министров Украины, в частности, это лица, которые осуществляют торговлю продовольственными товарами, медицинскими препаратами и так далее. В свою очередь, это привело к тому, что ряд субъектов хозяйственных, значительная часть субъектов хозяйственных, которым на сегодняшний день запрещено осуществлять хозяйственную деятельность, несут определенные потери. Для того, чтобы минимизировать нагрузку на тех субъектов хозяйствования, которые вынуждены остановить свою деятельность, на законодательном уровне, а также на уровне Исполнительного комитета Одесского городского совета, было принято целый ряд решений. А именно, первое. Законом Украины 17 марта были внесены изменения в закон Украины о торгово-промышленной палате, в статью, которая предусматривает случаи, относящиеся к форс-мажорным обстоятельствам. В частности, карантин является на сегодняшний день форс-мажорным обстоятельством. Что это значит? Это значит, что те субъекты хозяйственных, которые, еще раз подчеркну, которые вынуждены были остановить свою работу, это не касается тех, которые продолжают работать в обычном режиме, которые вынуждены были остановить свою работу, они освобождаются таким образом от платы, например, аренды, за пользование соответствующим помещением коммунальной либо государственной собственности, в связи с тем, что по независящим от них причинам, а именно форс-мажорным обстоятельствам, они, к сожалению, не могут использовать помещение для осуществления хозяйственной деятельности. Это прямая норма закона, именно поэтому она не требует дополнительного принятия решений на уровне исполнительного комитета либо сессии Одесского городского совета. Именно поэтому таким субъектом за март месяц будет начислена арендная плата за те дни, которые не подпадают под действие форс-мажорных обстоятельств, то есть с 1 по 16 марта. Что касается тех решений, которые были приняты сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета. Аналогично субъекты хозяйственные, которые осуществляли деятельность в так называемых временных сооружениях по договорам с заключенным, с управлением торговли, это договоры аренды твердого покрытия, и, соответственно, они также должны вносить плату за соответствующую аренду, они также освобождаются от уплаты такой аренды на период вынужденного приостановления своей работы. Эта мера является необходимой для поддержки определенных субъектов хозяйственных для того, чтобы как-то минимизировать их затраты. Кроме того, те субъекты хозяйственные, которые вынуждены приостановить свою работу в силу запретов, введенных постановлением Кабинета министров Украины, освобождаются от платы за размещение рекламы в связи с тем, что так как они не работают, то реклама, например, соответствующего магазина, который на сегодняшний день закрыт, она также не будет облагаться соответствующей платой, и этот субъект, согласно решению, принятому сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета, также освобождается от уплаты, начиная с 17 марта. Освобождение от платы за размещение рекламы касается тех субъектов хозяйственных, которые вынуждены были остановить свою деятельность ввиду запретов, введенных постановлением Кабинета министров Украины, и таким образом они платят только за тот период марта, когда такая реклама была размещена и субъект хозяйственного работа. Это не касается тех операторов рынка, рекламных услуг, у которых есть соответствующие сетила этой борды, если они продолжают использовать эти объекты для размещения рекламы. Если на этих бордах и других рекламных носителях размещается социальная реклама, то есть та информация, которая необходима для доведения до населения в связи с карантином и необходимостью применения тех или иных мероприятий, то, конечно же, такое размещение также не облагается соответствующей платой. Если, опять же, эти соответствующие борды сетилайты размещаются без какой-либо рекламы вообще, в связи с тем, что приостановлена деятельность субъектов хозяйственных, то эти рекламные носители также освобождаются от платы за размещение рекламы. Кроме того, ввиду того, что коммунальное предприятие «Малиновский рынок» также предоставляло и предоставляет соответствующие места субъектам хозяйственных для осуществления своей торговой деятельности, то данным предприятием, а также управлением торговли, был разработан и внесен сегодня на заседание исполнительного комитета городского совета проект решения, освобождающий от соответствующей платы тех субъектов, которые вынуждены остановить свою деятельность, то есть они ее не осуществляют. Все эти освобождения не касаются тех лиц, которые продолжают пользоваться соответствующими местами осуществления хозяйственной деятельности, которым сегодня по закону разрешено осуществлять эту деятельность ввиду той продукции или тех услуг, которые они осуществляют, если они подпадают под соответствующие кроме. Продолжение следует...